Добрейшее утро, дорогие мои друзья, просыпаемся, нас ждут великие дела, меня разбудил звонок в 7 утра на телефон, оно и помимо этого звонка пытаюсь, знаете, сегодня волосы у меня снова не слушаются, я не пойму в какую сторону они у меня ложатся, почему они не ложатся, почему я не могу собрать так, как мне нравится, мне то давит, то неудобно, то еще что-то, в общем, они как будто будут у меня с наступлением весны, вообще стали неуправляемые, так вот, в 7 утра случился звонок телефонный, ладно, разбудил, но помимо этого телефонного звонка у нас здесь на втором этаже лают собаки, просто они не переставая лают, я не знаю, вам было слышно в начале видео или нет, в общем, они не переставая лают, ну так вот, знаете, на минутку замолчали и снова, со второго этажа фигачит, в общем, доброе утро, друзья мои, просыпаемся, нас ждут великие дела, все равно мне не нравится, я что с этими волосами могу сделать, это какой-то ужас, вот прямо не могу смотреть на себя, мне не нравится, у меня последние где-то, ну, до месяца два желание вообще их обрезать, потому что я не знаю, они у меня, видите, здесь был собран хвост, они у меня стали такой волной, я с ними вообще не могу ничего сделать, они у меня во все разные стороны, кто куда хочет, в общем, хочется прям, знаете, я говорю, у меня недавно было желание под мальчика пострижться, настолько они мне уже надоели, то ли это у меня весеннее обострение началось, то ли что, я не знаю, в общем, у меня волосы начали жутко раздражать свои, хочется их прямо обстричь, так, не об этом сейчас, я начала пользоваться вот этими капсулами, Арифлейм, это Новэйдж, а для того, чтобы стала кожа более такая в тонусе, это третья ампула, я делаю утром-вечером, ну, там специально, видите, такая штука, в которую ампулу закладываем, дыши, они все равно торчат, ну, что же с ними делать, как они у меня замучились, сил нет, в общем, ампулу, слышишь? слышите? как в псарне живем, и у нее там, по-моему, две или три собаки, причем, знаете, это вообще-то так жутко раздражает, я передать не могу, в общем, пол ампулы на ночь, на лицо, пол ампулы с утра, специально сделаю, он сейчас, курс весенний такой для себя, ну, во-первых, у нас не было солнца, недостаток витаминов, витаминов не было и всего прочего, я решила, что сейчас самое времечко, этот курс идет неделю, 7 ампул, по половинке на каждое утро-вечер, после него кожа прям такая бархатная, эффект супер, я уже делала, по-моему, два раза, наверное, за эти полтора года, пока я пользуюсь новейджем, вот такие, по-моему, два раза делала, а это третий, мне очень, моментально впиталось, видите, уже сухо, что делаем дальше, обычный дневной уход, под глаза, маленько, все, как всегда, мне вот это вчера писали, что ютуб закроют в пятницу, позавчера писали, сегодня открываем, мне пишет, Оля, закроют ютуб, что же теперь делать, ну, для России, как я понимаю, ну, что делать? Ничего не делать, другие есть в социальной сети, ничего не делать, это вне моей власти, спешно бежать, там, что-то сохранять, я не буду, или переписывать, ну, я свой, свою книгу вчера сделала, переписывала, так и не переписала, много очень, вот, а бежать, там, что-то паниковать, рвать на себе волосы, ну, зачем? Ну, мне оно надо, но не надо, ну, это же не конец света, ничего страшного, закроют в одной социальной сети, будет в другой, вот на пальце у меня ранка, причем на правой руке на указательном пальце порезала, и на правой руке на большом пальце, вот это вот трагедия, не взяться, не могу ничего сделать, не могу, больно жутко, вот это вот проблема, а YouTube закроют, ну, закроют и закроют, господи, ну, как-то же мы жили без YouTube, прям такая паника, кто паниковать должен? Пойти, ну, в теории, да, правильно я сказала, в теории, кто должен паниковать? Блогер, который перестал получать деньги, я совершенно спокойна, чего вы-то расстраиваетесь? Вон, есть у нас контакт, здесь под этим видео оставлю снова все ссылки, телеграм, я в нем вообще ежедневно, и контакт, худо-бедно у меня, инстаграм работает, ну, правда, дома, от Wi-Fi, ну, как-то он работает, в общем, друзья мои, отставить панику, все, что Бог не делает, то все к лучшему, начнем книги читать, а что, так, я все намазала вообще? Ну, да, в принципе, у меня, я за разговорами начала мазать, что я даже забыла, все ли я сделала, волосы неадекватные совершенно, не могу их привести ни в какое чувство, потому что они вот длинно висят, мне не нравится, как хвост собираю, мне не нравится, коса мне не нравится, гулька мне не нравится, в общем, по-моему, нравится, не нравится, терпимая красавица, вот эта фраза сейчас бы была уместна, прямо, аж, знаете, аж подбешивают они, я не знаю почему, у меня такой первый раз, никогда меня еще волосы мои не бесили, а сейчас прям чувствую, аж, знаете, хочется пойти в парикмахерскую, чтобы мы их обкорнали под самые, я не знаю, куда-нибудь, чтобы они вот меня раздражают жутко, это что такое, весеннее обострение? Не знаю, Юра, прям надоели, сил нет уже, а самое главное, не хочу к первому попавшемуся парикмахеру идти, потому что, потому что обкорнают, криво косо, это все начнет сечься, и, в общем, хожу теперь вот так вот, непонятно, они причесаны, недавно мне пишет женщина, вы обещали, вы обещали идти на стрижку, обещала, кому я обещала? Себе? Как хорошо, что я в этой жизни никому ничего не обещаю, вот прям у меня бальзам на душу, никогда и никому, ну, сыну максимум могу пообещать что-то, и то, если я уверена, что я это сделаю, но уже не так, что я побежала, я каждому встречному, поперечному начала обещать все все подряд, нет, друзья мои, обещание это такая вещь, если бы я обещал, то ее нужно выполнять, и жизнь меня этому научила, что просто так обещание раздавать нельзя, вы, говорит, обещали, я посмеялась над этим комментарием, и закрыла его, думаю, да, тебе лично пришла и пообещала, ой, погода у нас шикарная, вообще солнце светит, еще одна мысль, все, я говорю, у меня началось с весенним обострением, это 100%, какого банана здесь делает еще одну полотенца, три полотенца, три, четыре, правильно, вот смотрите, раз, вчера все, все убрала на ночь, вот раз, я им вытерла, вот второе сложенное стоит, вот третье на микроволновке, на ночь все убрала, вот четвертое, тоже сложенное, четыре полотенца, для чего с утра, когда было даже, не сколько нас трое членов семьи, двое встали утром, я только сейчас встала, начала тут наводить порядок, зачем им четыре полотенца, кто-нибудь знает, забыла, что хотела сказать, вот каждый день, я, наверное, возьму, из этого ящика уберу все полотенца, и вставлю только одно, пусть им и труд, я вчера несколько раз перебивала свою закваску, потому что она у меня подходила, аж вылазила, видите, за борта, сегодня поставлю хлеб, она уже голодная, сегодня поставлю хлеб, да сейчас это сделаю, чуть попозже, уберу закваску, часть в холодильник прям поставлю, пусть она у меня там живет, а часть буду кормить здесь, на столе, это в случае, если мне потом понадобится, я что-то не поняла, ты на стол что-ли залезла? Ну-ка, со стола пошла. Все, друзья мои, доброе утро, просыпаемся.